Азербайджанцы 30 лет ждали освобождения своей территории. Ни на секунду они не забывали, что у них есть оккупированные земли. Об этом в эфире популярного украинского онлайн-канала «Знай24» озвучил украинский военный эксперт Юрий Кочевенко. По его словам, именно сила нации и желания были направлены на то, чтобы вернуть эти земли. В конце концов, им это удалось. Они были готовы силами своей армии вернуть земли. Азербайджанцы не теряли время. Для нас очень важен их опыт войны. Вот очень тесно мы сейчас сотрудничаем с азербайджанскими коллегами и для нас очень важный опыт их войны. Они 30 лет ждали освобождения своей территории. Понимаете? И ни на секунду никогда не забывали о том, что у них есть оккупированные территории, и все силы нации и концентрация внимания, усилий и желаний было направлено на то, чтобы эти территории вернуть и освободить. И у них в конце концов, им это в конце концов удалось. Как? Почему? Какое было там? Они дождались определенного стечения международных обстоятельств. Они были готовы силами своей армии, они подготовились политически. Но они развивали уже это время очень сильно. Конечно, они не теряли время, и нам нельзя терять. И вот даже общаясь с ними, они говорят, а наши президенты дружат. Ну вот Ильхам Алиев и Владимир Зеленский, у них там были встречи и хорошие отношения. Сейчас Азербайджан и Украина выходят на какой-то новый этап двухсторонних отношений. Это прекрасно. И несмотря на мое там личное отношение к президенту Зеленскому, я рад этому. Президент, президент, какой есть, значит, работаем с этим. И в условиях войны и необходимости этого плана Б, если власть там по каким-то причинам не способна его реализовать, мы все должны помогать. Оппозиция, гражданское общество, военные. Пишите в комментариях, что вы об этом думаете. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на наш канал и поставить лайк этому видео.